в эфире радио свобода программа лицом к событию ведет передачу михаил соколов ну и о событиях процесс по делу о признании экстремистской организации фонда борьбы с коррупцией и других организаций алексея навального пока притормозил до 9 июня связи с новыми томами секретных материалов а якобы подрывной деятельности по борьбе с коррупцией а в москве около 70 сотрудников фбк вызвали на допросы следственный комитет по делу о мошенничестве возбужденного в опять же в отношении алексея навального и иных лиц ну а госдума во вторник проголосовала в первом чтении за то чтобы повторить сталинско-ленинский опыт ввести институт так называемых лишенцев в студии у нас политик владимир ижков а в качестве эксперта в области права выступит доктор юридических наук елена лукьянова вы не санчет добрый день ну что теперь получается что люди которые сотрудничали с организацией признанной властями экстремистской будут получать как говорили при сталине по рогам поражение в праве избираться зачем принимать такой скандальный закон в общем с обратной силой как нам говорят правоведы но тут с правовой точки зрения лена лукьянова прокомментирует это прямое нарушение десятка полутора статей конституции есть 54 статья конституции которая запрещает принимать законы имеющие обратную силу то есть наказывать человека за правонарушение которое не считалось тогда правонарушением это вообще базовая норма любой современной конституции и в принципе это одна один из основных принципов права во вторых действительно на закон я думаю что они все таки его примут скорее всего в июне в июле для того чтобы его использовать как инструмент перед домскими выборами 19 сентября и снимать с выборов кандидатов мне только в москве возможно и по всей стране закон объявляет экстремистской деятельность которая таковой не является потому что что делал и делает фбк он снимает фильмы он проводит расследование он публикует результаты своих расследований это мирная конституционная общественная политическая деятельность она не представляет опасности для здоровья людей она не представляет угрозы жизни она не только не представляет угрозы конституционному строю но напротив деятельность по разоблачению коррупции направлена на улучшение деятельности государства направлено на служение общественному благу то есть она является конституционной полезной и в этом смысле государственной деятельностью поэтому фактически у нас конституция гарантирует свободу сбора информации свободу мнений свободу высказываний свободу средств массовой информации все что делает фбк полностью находится в конституционном поле это мирная политическая общественная деятельность признание этой деятельности экстремисткой абсолютно противоправно абсолютно антиконституционно вот и если говорить о политических мотивов то судя по всему власть приняла решение о полном разгроме не только и в быка но о полном разгроме всей инфраструктуры который создал за много лет алексей навальный я имею ввиду fbk который занимается расследованиями я имею ввиду чтобы набрать навального в регионах я имею ввиду основной актив все они иностранные агенты уже да мы находимся в студии иностранного агента мы говорим об иностранном агенте вот судя по всему поставлена задача полного разгрома вот как в свое время сталин громил сначала транскистов потом бухари бухаринцев зиновьевцев насчет правый уклон левый уклон все это очень потом всех а потом всех вместе в одну общую могилу в один общий гулаг то есть это действительно это действительно напоминает мне худшие советские практики политических репрессий когда уже репрессируются не какие-то отдельные люди что к чему мы к сожалению за 20 лет последних привыкли а это уже репрессия против группы это репрессия против сообщества это репрессия против общественной организации и даже сети таких общественных организаций что тоже прямо запрещено конституции потому что конституция гарантирует 13 статья значит свободу общественных организаций свободу их деятельности и так далее вот по всей видимости стоит задача если речь идет уже о тысячах людей по всей стране стоит задача запугать Чтобы люди прекратили деятельность, чтобы люди прекратили работу штабов, чтобы люди прекратили расследование, чтобы люди прекратили бороться с освобождением Алексея Навального. Часть людей уже прекратила и объявила об этом. Мы видим эти новости периодически. Те, кто будут стоять твердо, по тем, скорее всего, будут возбуждать уголовные дела. Потому что вот этот антиэкстремистский закон, якобы антиэкстремистский, он предполагает уголовную ответственность для сотрудников, для активистов. И даже, Михаил, насколько я понимаю, для тех, кто просто финансово поддерживал. Ну да, как в сообщники там, получается. Перевел, да, тысячу или две тысячи рублей. Они тоже теоретически могут попасть под уголовное преследование. Речь, насколько я понимаю, идет потенциально о десятках тысяч граждан России. Поэтому я вот говорил в нашем эфире несколько месяцев назад, после принятия новой Конституции, я говорил о том, что нас ожидает многократное увеличение числа политических заключенных. К сожалению, даже не мой прогноз, а моя оценка оказалась справедливая. И число политзаключенных быстро растет. И вот этот якобы антиэкстремистский закон еще больше увеличит число политических заключенных. И самое главное, что здесь все на усмотрение властей. То есть здесь, ну, как говорят, юристы дискреция. То есть следователи, Центр Э, МВД, политические власти, они будут решать, кого из этих десятков тысяч людей привлечь, кого завербовать, кого запугать и загнать в частную жизнь. То есть здесь открывается огромное поле для злоупотребления, для репрессий. Ну, давайте мы подключим к нашему разговору нашего эксперта Елену Лукьянову. Она, собственно, объяснит правовое содержание этого документа, который Дума проголосовала в первом чтении. Елена Анатольевна, как выглядит закон Пискарева о лишенцах избирательных прав с правовой точки зрения? Ну, с правовой точки зрения, это просто такой откровенный, в высокой степени, то есть десятый, сотый, юридический брак. Это, конечно, классическое юридическое безобразие, которое не соответствует, первое, Конституции Российской Федерации, второе, закону об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. А тут есть такой подводный хороший камешек. Все законы о выборах в соответствии с этим законом, основополагающим для всех избирательных, не могут вступать в силу и работать, если они противоречат этому закону. Они ему противоречат. А депутаты, ну, на сегодняшний день, по крайней мере, не догадались в этот закон внести поправки. Поэтому, по идее, он не имеет права на существование. Конечно, одним из самых больших дефектов этого закона является придание обратной силы ему самому. Я понимаю, конечно, что наш Конституционный суд будет пытаться говорить, ежели это попадет пред его ясные очи, что это никакая не ответственность, что это такой вот фильтр репутационный. На самом деле это в чистом виде ответственность, дополнительная ответственность публично-правовая. И, конечно, вот, опять же, тому же самому Конституционному суду, опять же, при условии, что это если попадет пред его светлые очи, будет очень трудно справиться с положением об обратной силе. То есть это нарушение принципов права, прописанных в Конституции, причем не только современной российской Конституции, но это тот принцип права, который был закреплен и в Советском Союзе, и в международных, во всех актах, которые Россия подписывала. То есть этот закон не имеет права на существование хотя бы вот по одной этой позиции, обратной силе, то, что на людей, которые так или иначе имели дело с теми организациями, которые будут признаны экстремистскими или террористическими. А вот круг этих людей ведь он тоже непонятен. Что такое сторонники? Что такое оказывающие помощь? Если я кофе принесу сотрудникам в холодное время года, это будет считаться как оказывающие содействие этой организации. То есть он еще и по другой позиции тоже очень ущербен. Он не может считаться правовым, потому что он резиновый. Он резиновый. Или, например, там сказано, члены организации. Это что? Значит, что организация должна иметь членство, как политическая партия, обязательное требование закона к уставам политических партий. А если членства нет, как мы будем членов подчислять? То есть на самом деле резиновый закон – это такой специальный юридический термин, который мы между собой употребляем для краткости несоблюдения принципа правовой определенности. То есть этот закон может трактоваться и толковаться любым правоприменителем или любым лицом, обладающим государственно-властными полномочиями, в любую сторону, как угодно. Могут быть тысячи и десятки тысяч пострадавших от этого закона, лишенных избирательного права, права на участие в управлении государством, закрепленного за гражданами России. То есть ущербность этого закона чудовищна, несмотря на то, что среди его инициаторов, вот господин Пискарев, он же там числится с огромным количеством юридических достижений в прошлом, он и прокурор, и зампредседателя Следственного комитета. Ну вот, то есть такие законы принимать нельзя. В любой стране это сочтут как чудовищную безграмотность. Ну, помимо всего, есть еще много всяких заковык мелких у этого законопроекта. Ну, например, он неверно оформлен. Ну, например, его вступление в силу предполагается с момента официального опубликования, что тоже не делается, потому что закон вступает в силу, по общему правилу, через 10 дней с момента официального опубликования. Правда, там сказано, если иное не предусмотрено законом, но иное обычно предусматривается только вперед, когда принимаются большие сложные кодексы, и нужно отложить вступление закона в силу. То есть вот совокупность говорит о чудовищном юридическом браке. Ну и что бы еще можно было бы добавить? Понятно, почему спешат. Очень хотят успеть до начала избирательной кампании принять этот закон, и чтобы он еще и в силу вступил. Получится или нет с таким количеством брака, потому что брак уж очень откровенный, не знаю. Судя по инициаторам, а это, собственно, два депутатских объединения. Это Комитет по безопасности Государственной Думы и так называемая комиссия, как-то у нее она хитро называется, по предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Там представители всех фракций, там есть и Единая Россия, такие ВИПы Единой России, там есть и Справедливая Россия, там есть и Коммунисты, там есть и ЛДПР, вот эта самая комиссия этих странных людей. И у половины, примерно, людей серьезное, силовое, прошлое, в том числе КГБ СССР. Ну вот, такая история с точки зрения права отвратительная. И еще один вопрос. Вот авторы ссылаются на конституционное право ограничивать права граждан законом в интересах их безопасности. С другой стороны, есть прямой запрет на обратную силу закона в Конституции. На весах что сильнее на правовых? На весах. Дело в том, что обратная сила закона – это неограничиваемая статья. То есть это не просто, это тот запрет, который нельзя никаким законом ограничить. В том-то и дело. Потому что в 56-й статье сказано, перечислены статьи, которые не могут быть ограничены законом. Обратная сила не вешается на весах по сравнению с безопасностью или чем-то еще. Никаким образом. Это impossible right. Это была Елена Лукьянова, профессор конституционного права, доктор юридических наук. Ну, по-моему, Владимир, как исчерпывающий, почти исчерпывающий комментарий. Я бы, единственное, обратил бы еще внимание на то, что они нарушают свой регламент. То есть по темпам. И в июле точно не примут. Примут к июню, чтобы успеть до назначения выборов, скорее всего. Я хотел тоже, Миш, пару слов добавить. Во-первых, мне кажется, что они используют вот эту отсрочку в 2-3 недели для того, чтобы поправить другие законы. Вот то, о чем Елена упоминала. Закон об основных гарантиях избирательных прав граждан. Это короткая поправка. Нет никакого труда ее прогнать в трех чтениях и принять. Это раз. Во-вторых, я не исключаю, что они расширят сферу применения закона во втором-третьем чтениях. То есть, например, они могут распространить эти карательные вещи не только на Государственную Думу, но и на региональные и местные выборы. Потому что в их логике это было бы логично. Если экстремисты... Не будем им подсказывать. Да. Нет, я просто им не подсказываю. Это прогноз. Они не нуждаются в подсказке. Они люди ушлые. Не стареют душой ветераны. Они знают, так сказать, что. Поэтому я как раз думаю, вот Елена Анатольевна сказала, что они будут вычищать законодательный брак. Я думаю, они будут добавлять законодательного брака. А вот тут интересная новость. Пока мы с вами сидим, гражданин Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, сказал, ну так, правда, невразумительно, что законопроекта запретен на участие в выборах парламент гражданам, причастным к экстремистским организациям, потребует юридической экспертизы на предмет, может ли этот документ иметь обратную силу. Это, безусловно, требует определенной юридической экспертизы. Я воздержусь от каких-либо комментариев. Но если есть такая экспертная точка зрения, мы обратим на это внимание. Должны быть, наверное, какие-то контраргументы. Мы с этим ознакомимся. Вот какое-то такое-то дрожание. Это ровным счетом ничего не значит, потому что в стране фактически у власти сейчас находятся силовики, прежде всего Совет Безопасности и ФСБ. У них свои резоны. Поэтому Дмитрий Песков может вот так завуалированно или очень округло чего-то там комментировать. Но уже прозвучало у нас в программе, что они это трактуют так. Действительно, есть статья Конституции, что права могут ограничиваться в случае, если что-то угрожает жизни и безопасности граждан. Но есть и статья, которая запрещает обратную силу закона. И вот как раз вот эта статья, плевать на все остальные, плевать на первую главу основы Конституционного строя, плевать на вторую главу основные права и свободы человека. Вот эта маленькая две строчки в Конституции про безопасность и ограничение прав, это та дверь, через которую сейчас хлынули почти все последние вот эти антиконституционные законы. Они обосновываются вот этой оговоркой. Ради безопасности. Но я возвращаю. Даже если вдруг произойдет чудо, и они уберут обратную силу, от этого закон не станет менее мерзким. Потому что он обвиняет мирную общественную политическую деятельность, квалифицирует ее как экстремизм и поражает в правах неограниченный круг лиц. Действительно может быть официант обвинен, что он принес кофе. Таксист, который сотрудник ФБК довез с Павелецкой на Таганскую. Блогер, который... Например, если вы... Вот фильм о дворце. Если вы делаете, как я, например, и мы все делали, если мы делаем перепост этого фильма или лайк, это сотрудничество, это сообщник. А так как его посмотрело 100 миллионов человек, значит, и... Но репостов-то тоже много. Предположим, из них 50 миллионов лайкнуло. Там либо в Твиттере, либо в Фейсбуке, либо в ВКонтакте, либо в Ватсапе. Если 50 миллионов потенциальных жертв уголовного преследования. Поэтому я повторяю, что это... Даже если они отменят вот эту чудовищную антиконституционную норму об обратной силе, это не сделает закон лучше. Он с точки зрения Конституции основовлагающих прав неприемлем в принципе весь от первой буквы, от названия до последней точки. И еще хочу сказать. Закон об экстремизме принимался, по-моему, в начале 2000-х годов. 2002 или 2003 год. Что-то такое, да. Я еще тогда работал в парламенте. И он принимался исключительно для узкого применения по терроризму. Теракты, взрывы жилых домов, в метро. Все эти ужасы, которые мы проходили. Но вдруг, постепенно, экстремизм, который был равно терроризм, вдруг он стал распространяться на мирные акции протеста, на собрания и митинги. Система меняется, используя, собственно, эту дверь. Наши люди, наша аудитория, наши зрители, слушатели, которые нас слушают, должны понять, что экстремизм это бомба. Экстремизм это выстрел. Экстремизм это нападение на... Погром. Это нападение физическое. Это нападение физическое на людей. Это угроза их жизни и здоровью. Причем тут и в быка. Мальчики, девочки, хипстеры в очках сидят за компьютерами. Почему пугает? Почему пугает Навальный? Почему такой страх? Я думаю, что главная цель это сорвать умное голосование. Они увидели, но не по всей стране, но в Москве, например, оно сработало, в Томске оно сработало, еще там в ряде регионов. Так как мы сейчас видим, Левада-центр дает, что падает рейтинг Единой России. Левада-центр иностранный агент. Мы в эфире иностранного агента говорим о Левада-центре иностранном агенте. Левада-центр показывает, что рейтинг Единой России упал до 15% в Москве. А яблоко, кстати, выросло в два раза в Москве. И, видимо, для того, чтобы полностью разрушить инфраструктуру Навального и исключить возможность скоординированных каких-то действий по умному голосованию, а ведь для того, чтобы дать рекомендацию по умному голосованию, нужна инфраструктура. Нужно понять, кого поддержать в Томске, кого поддержать в Омске, кого поддержать в Биробиджане. Из Москвы и из Риги ты не увидишь. И, видимо, ставится цель подрубить корни этой травы, чтобы трава высохла, чтобы люди просто физически не смогли разобраться. Ну, в интернете как ты разберешься? Тебе нужен все равно местный житель, который знает этого кандидата, этого кандидата, этого кандидата и даст тебе рекомендацию. Вот разгром этой инфраструктуры направлен на разгром политической базы Навального и на разгром организационной базы умного голосования. Я еще хотел бы... Мы к этому обязательно вернемся. Я бы хотел еще один момент отметить. Владимир, вы сказали, вот как раз о двери, в эту щель дверную вставили условно ногу силовики, сапог, и вот расширили, открыли и туда рванули. Но есть же вроде бы такой инструмент, как конституционный суд. И теоретически, вот при таком столкновении статей одной и другой, конституционный суд должен был бы принимать какое-то решение. Вот про конституционный суд я тоже спросил Елену Лукьянову. Давайте мы послушаем и обязательно отметим еще один важный момент. Ну вот, по всей видимости, авторы закона рассчитывают на то, что конституционный суд в их руках. Как вы объясните, почему так легко разрушилось конституционное поле? Гражданам свободы не нужны? Ну, я не считаю. Тут конституционный суд как раз будет делать все, чтобы это к нему не попало. Новая процедура обжалования нормативных актов в конституционный суд как раз такова, что в конституционный суд это может не попасть, просто по времени не успеть. Если это когда-либо попадет, все равно конституционному суду будет очень трудно. Почему разрушилось конституционное поле? По многим факторам. Это большой и длинный разговор, на самом деле его не уложить в пару минут. Тут комплексная проблема, она институциональная, это искажение конституции, это перетягивание полномочий от одной ветви власти к другой, это создание условий для невозможности работы системы разделения властей, это порядок формирования конституционного суда, порядок назначения и продления полномочий его председателю. То есть институты, которые были заложены, которые должны были бы сработать для охраны конституции, они постепенно, перманентно искажались и девальвировались. И сказать, что здесь виноваты граждане, нет, я не думаю. Граждане при всем при том в этих условиях достаточно активно учились с нуля. Представьте себе, что 30 лет назад они вообще этого не представляли, защищать свои права и свободы. И как раз, может быть, если бы не граждане, то ситуация была бы гораздо хуже. Это Елена Лукьянова и вопрос Владимира Ружкова. Владимир, скажите, пожалуйста, а вот, может быть, дело не только в том, что боятся Навального, а в том, что система, вот о чем сказала Елена Анатольевна, созрела. Государственный переворот, конституционный переворот фактически завершился, и машина начала работать совершенно по-новому. Вот эти колесики сошлись, тормоза убраны, и теперь она поехала по людям. Да, к сожалению, можно так сказать, что государство переродилось, произошло такое перерождение злокачественное, как злокачественная опухоль. Действительно, есть два института, которые, согласно Конституции, должны стоять на страже наших конституционных прав. Это, кстати говоря, обычные суды, и каждый обычный судья, когда к нему приходит эшник или МВД-шник и говорит, что вот этот человек, организатор митинга, а этот человек всего лишь репостнул новость Эхо Москвы о том, что будет митинг. Как Владимир Рожков. Ну, я о своем примере говорю. Да. То судья должен просто послать им лесом и сказать, что вот есть закон об организации митингов, демонстрации, и там есть постановление Конституционного суда 2013 года, где сказано, что организатором может быть признан только тот, кто назначает время, место и проводит мероприятие по организации. Ретвит новости не является по определению даже нашего Конституционного суда организацией. Поэтому 90% нарушения прав людей должны отсекаться обычными судьями, обычных районных судов. Они этого не делают. У нас 99,9% обвинительных приговоров. То есть, если дело дошло от следствия до суда, человек будет осужден. Дальше уже на усмотрение судья. Его оштрафуют, посадят на 10 суток. Но то, что человек будет обвинен и осужден, сомнений нет. Значит, этот барьер пал. Второй барьер это Конституционный суд. Конституционный суд это, вот как определил еще в начале 19 века Верховный суд США. Именно Верховный суд США в их случае, Конституционный суд России в нашем случае, именно этот институт решает, что есть закон. Что есть закон, означает, что если этот нормативный акт соответствует Конституции, он закон. Если этот нормативный акт, который называется законом, не соответствует Конституции, он не закон. Он ничтожен, он не может применяться. У нас сейчас в Российской Федерации по оценкам юристов, конституционалистов 200 федеральных законов открыто противоречивших Конституции. Вот один из них мы сегодня обсудили. Готовящийся. 200 федеральных законов открыто противоречивших Конституции. Таким образом, если обычная судебная система не защищает наши права, в том числе фундаментальные права, например, на свободу, потому что невиновного человека могут посадить на 15 суток и сажают в массовом порядке, а физическая свобода это основополагающее право человека. Невиновный не может быть помещен под стражу. Это юридическая максима, это основоправа. Невиновный не может быть помещен под стражу. У нас тысячи людей, невиновных ни в чем абсолютно, например, участников мирных акций протеста, гарантированных 31 статьей Конституции, оказываются за решеткой. То есть у нас нет ни первого барьера обычных судов, ни второго барьера института конституционной защиты, каким является Конституционный суд, который должен был отмести все эти 200 законов. Более того, практически по всем из этих 200 законов были обращения в Конституционный суд. И Конституционный суд всегда вставал на сторону власти, которая попирает право. Поэтому сейчас, к сожалению, Лев Гудков, еще один иностранный агент, он довольно часто говорит, что мы уже перешли из стадии авторитаризма в стадию диктатуры. Диктатура — это власть, опирающаяся на насилие. Диктатура — это власть, прямо повседневно попирающая законы. И я с вами, Михаил, согласен совершенно, что ФБК и Алексей Навальный — это просто самый яркий пример. Но на самом деле права бизнесменов, права экологов, права правозащитников, вспомним Юрия Дмитриева, права журналистов, вспомним Ивана Сафронова. Такие вот иностранных агентов-то как раздают сейчас? Права СМИ, права общественных организаций. То есть, если в стране оба института по защите права, обычные суды и Конституционный суд, они существуют на бумаге, но они не выполняют той миссии, которая на них возложена. Защита прав. Суды созданы для защиты прав. Конституционный суд создан для проверки законов на соответствии с Конституцией. Суды соглашаются с нарушениями прав и штампуют приговоры. Конституционный суд не замечает неконституционности 200 законов. Поэтому, правильно вы сказали, Михаил, речь идет не только о разгроме Навального и его инфраструктуры. Все должны осознать, что в нашей стране разгромлены права всех 146 миллионов человек. Ни один человек не может себя чувствовать в безопасности. Ни один человек не может рассчитывать на защиту своих прав в суде. Ни один человек не может надеяться на то, что его права будут защищены. Недавно была публикация, где сказано, что чуть ли не каждый третий в наших тюрьмах и колониях это предприниматель. Они никакого отношения не имеют к Навальному. Это просто жертвы силовой машины, которая гигантская, которая разветвленная, которая бесконтрольная. Она просто пожирает страну. Эта машина пожирает людей, она перемалывает судьбы, она калечит судьбы родителей, калечит судьбы детей. И она не остановится, потому что суды ее остановить не могут, а гражданское общество слишком слабо, чтобы это остановить. Ну вот, кстати говоря, сюжет у нас есть, агентство Рейтер, это иллюстрация к последним событиям. Это история с сотрудниками московского метро, которых начали массово увольнять, уже до сотни человек. Кого за поддержку Навального, кого за выход на митинг, еще в 2019, кстати, году. В общем, целая зачистка огромной организации транспортной. Давайте мы посмотрим и послушаем. Служба московского метрополитена уволила более 40 человек. Многие считают, что их оставили без работы за антикремлевские взгляды или поддержку заключенного в тюрьму Алексея Навального, заявил в пятницу глава профсоюза Николай Гостев. Профсоюз работников метро сейчас обрабатывает заявки, а после намерен подать иск в суд на обжалование увольнений. Мы из-за одномоментного массового увольнения огромного количества специалистов высокого класса прогнозируем, что метрополитен не справится с технологическими процессами, что неизбежно приведет к нарушениям безопасности движения поездов и угрозе жизни пассажиров. 27-летний бывший машинист Евгений Кафанов рассказал свою версию произошедшего. На одном митинге я был, меня задерживали там из-за него. Но в целом поддерживаю, да. Но не какой-то такой активный, прям ярый, на работе никаких, в принципе, своих взглядов не проявлял. Просто работал без замечаний 8 лет, выигрывал конкурсы профмастерства, получил высший класс квалификации. Кирилл Конюшов рассказал свою историю увольнения. Ну, они сказали, понимаешь, что ты своим регистрацией, ты, можно сказать, поставил подпись под тем, что ты поддерживаешь экстремистские организации от двух до семи лет. Я был, конечно, волново, удивлен такой информацией. Ну, может, о чем-то поговорили, он спрашивал, любишь ли ты свою семью, вот эти какие-то вопросы. Немного играли в чекистов они. Те, кто отказался уйти по собственному желанию, были уволены за выдуманное нарушение, рассказал Сергей Полянцев. Ситуация стандартная. Мне позвонили, сообщили о том, что завтра у меня выходной, а через день сообщили, что у меня прогул и уволили по статье, как и большинство моих коллег. В московском метрополитене не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию. Владимир Рыжков у нас в эфире. Владимир Александрович, а вот как вы это объясните? С чего боятся, объясните, чего боятся власти? Они что, боятся забастовки в метро? Или что? Или каких-то еще действий? Почему нужно устраивать такую массовую акцию зачистки, скажем, в московских организациях? Эта история иллюстрирует то, что мы говорили до этого видео, о том, что никто не может чувствовать себя в безопасности в условиях диктатуры и произвола. Вот, казалось бы, работники метро, выигрывавшие конкурсы лучшего машиниста, молодые, ответственные, компетентные, профессиональные люди увольняются за свои политические убеждения. Во-первых, это напрямую противоречит Конституции, опять-таки, потому что Конституция гарантирует нам свободу мнений. Я могу быть за Жириновского, я могу быть за Явлинского, я могу быть за Навального, но если я исполняю свои профессиональные обязанности, это никак абсолютно не связано. Во-вторых, это нарушает трудовой кодекс, потому что здесь просто, я так понял, что провокация со стороны московского митрополитена, то есть искусственно создается ситуация. Ну, или уговаривают, уйдите, а то мы тебе такое устроим. или уговаривают. Кстати, такие же были прецеденты по некоторым университетам, когда изгоняли преподаватели, не продлевали контракты, находили какие-то формальные нарушения, иногда специально сконструированные, якобы нарушения и так далее. То есть это нарушение Конституции прямое, это нарушение Трудового кодекса. По поводу бояться, я вообще, вот такой есть дискурс у нас, у либералов, что вот Путин сидит в бункере трясется, значит, власти боятся, ничего они не боятся, они просто, они давят, вот у Салтыкова Щедрина разорю, не допущу. Вот у него, так сказать, органчик, органчик. История одного города, вечная. Вот в этом, да, вот в этой фразе разорю, не допущу, содержится вся программа, значит, диктатура, разорю, не допущу, неважно, значит, за что разорю, неважно, чего не допущу. То есть, людей, не потому, что боятся, а потому, что положено, вот положено в таком государстве преследовать людей за политические взгляды. И неважно, ты машинист, слесарь, сантехник. Я понимаю, но вот появилась новая, довольно такая поганая теория, автор, редактор независимой газеты и неглупый человек, господин Ремчуков, он объявил, что оказывается, в России уже из-за позиции возникло движение сопротивления, такой резистанс, революционная партия, и борьба идет вот между старыми чекиста-большевиками, которые правят страной, и новыми большевиками, Навального, которые хотят с ним расправиться революционным путем. А раз вот такая битва, как в условном 905 году, то вот и все средства хороши для власти, чтобы удержаться. Да, это очень страшный дискурс, потому что если мы на войне, то, конечно, военные методы. Если у нас война с Западом, к счастью, пока не горячая, если у нас война между охранителями и радикалами-экстремистами, что, кстати, было, Михаил, мы с вами знаем, в русской истории, мы знаем и террористов, которые убили Александра II, мы знаем волну террора эсеровского, который был в начале 20 века, мы все это проходили. И контртеррор власти. И контртеррор власти, да. Но какое это имеет отношение к России 21 века, повторюсь. Я многих этих людей знаю. Я знаю Любовь Соболь, я знаю Ивана Жданова, я знаю Константина Яскенкаускаса, я знаю лично Алексея Навального. Я знаю Илью Яшина, я всех знаю. Но это люди совершенно несравнимые с Азефом. Это не бомбисты. Это не савенковцы, да. И не савенков сам. Это абсолютно люди, которые действуют в абсолютно конституционном, легальном поле. Более того, я прекрасно помню эти гигантские митинги на Болотной и Сахарова в 2011-2012 году. Там не было ни одного человека, который бы стремился к насилию или призывал к насилию. Это были сугубо мирные, интеллигентные, культурные акции, когда люди высказывали свои требования, высказывали свое мнение, не стремясь ни к каким погромам, атакам и так далее. Это страшная трактовка, потому что если нам будут говорить, что вот есть государство, которое защищает себя, и есть революционеры, которые стремятся сломать само государство, это может повлечь абсолютно массовые репрессии, когда любой недовольный будет записан в бомбисты, в подрывники и так далее. Да, это действительно очень опасно. Ну вот еще один важный, мне кажется, разговор, который должен быть, это все-таки разговор о выборах. Вернемся к ним. Вот действительно данные опроса Левада-центра. Падение рейтинга «Единой России» просто в Москве, в столице, катастрофическое, там с 27, и то немного было, до 15 процентов. Но 15, это превращаются, правда, в 28, если пересчитать на тех, кто точно собирается пойти. Но все равно как-то маловато, прямо скажем, с их планами. На втором месте ЛДПР с 10 процентами, коммунисты потеряли половину поддержки с 12 до 6, за два года до 6 процентов, ну и на 5 процентов у яблока. И рейтинг действительно растет в Москве. Ну вот такая, все остальные вообще не котируются. Как вы прокомментируете это? Что произошло, действительно, буквально за полгода с партией власти? Здесь прежде всего работают социально-экономические причины, потому что чудовищная инфляция, мы все это видим по магазинам, каждый из нас, кто ходит по магазинам, видит, как растут цены. На этом фоне снижаются реальные доходы, они уже снижаются у нас с Крыма, с 2014 года, и продолжают снижаться в этом году. Даже Москва, самый богатый регион страны, с самыми высокими доходами, очень сильно просела. Даже москвичи почувствовали, что стали жить заметно хуже за последние полтора года, и даже за последние полгода, если посмотреть динамику ценников, за последние полгода. Поэтому жизнь становится хуже, многие люди теряют работу, очень много разорилось малого бизнеса, очень много разорилось индивидуальных предпринимателей, и социальное ощущение, социальное самочувствие очень плохое, и поэтому рейтинги падают у партии власти, это вполне закономерно. А вот у коммунистов почему падают? У коммунистов, по всей видимости, потому что они почти совсем утратили облик оппозиционеров, но они же все это поддерживают, они за все это голосуют, получается, что они несут солидарную ответственность, их голос недостаточно громок, их голос недостаточно оппозиционен против политики правящей группы и правящей партии. Что будет делать администрация президента в этой ситуации? Во-первых, она будет не допускать на выборы сильных оппозиционных кандидатов. Вот закончик-то как раз поможет. А не только этот закончик, есть очень много способов, например, думская компания в Москве стоит несколько десятков миллионов рублей, в нынешней России вы их никогда не соберете, потому что тут же любой, кто перечислит деньги, тем более, если это бизнесмен, он подвержится репрессии. Поэтому очень много способов. Физически снять, запугать спонсоров, не дать финансирования, запугать партию, которая тебя планирует выдвинуть. Поэтому очень многие люди, в том числе и я, я в этих условиях, к сожалению, отказался от участия в округе в думских выборах. В Мосгордуму все-таки думать. В Мосгордуму, да, но округ меньше и там нет такого давления. Уж тогда сразу про округа. Я закончу, Михаил. То есть первый способ это недопуск, это классика. Второй способ это одномандатная круга, где у партии власти гигантское преимущество за счет неограниченного финансового ресурса, неограниченного административного ресурса. начиная от обильного финансирования компании, кончая прямыми фальсификациями. А это половина думы. А если они половину или почти половину думы берут за счет одномандатных округов, а в Москве они поступят видимо так, они будут искать популярных актеров, популярных врачей, популярных соцработников, популярных спортсменов, дрессировщиков, тигров, то есть людей, популярность которых связана не с политикой, а с какой-то другой деятельностью и за счет личной популярности популярность людей, популярность которых выше, чем популярность партии. И за этот счет они будут пытаться победить на этих выборах. И в результате удивительное дело, рейтинг Единой России падает, но у них есть все возможности получить опять конституционное большинство, потому что если они получат 200 с плюсом одномандатных округов по стране за счет ресурса административного финансового и получат даже 30-35% по списку, что вполне возможно, с учетом опять-таки Чечни, Кузбасса, Татарстана и других интересных мест, где у них всегда 90%, они могут опять сформировать конституционное большинство, несмотря на падение рейтинга партии. Я бы еще обратил внимание на то, что в этом опросе есть интересные цифры, более половины москвичей не знают, когда пройдут выборы в Госдуму, 25% не стали бы голосовать ни за кого, а 17% не определились со своими предпочтениями. Это тоже разочарование выборной системе. это ни о чем не говорит. Но можно же сушить явку. Можно сушить явку, можно наоборот нагонять явку. Я вас уверяю, что просто еще далеко до компании, компания начнется реальная только в августе, и конечно средствами массовой информации они ее раздуют, раскрутят, распиарят. Или наоборот. Или наоборот. А вот что люди думают. Давайте посмотрим опрос, собираются ли люди идти на эти самые выборы. Нужно ли проголосовать на выборах в Госдуму? А зачем? Бессмысленно же идти. Все уже придумано и решено. Только если умное голосование сделать. Высказать свою позицию должен кто-то, человек каждый. Поэтому я считаю, что нужно обязательно. Да, конечно. Чтобы не пришла Единая Россия, которая все опять перекроет. Чтобы пришли те люди, которым мы доверяем. Умное голосование. По-моему, нужно. Ну а как же? Мы же как-то здесь должны жить, правда? В этом государстве должны участвовать в выборах. Ну если я как-то буду интересоваться, за кого я голосую, почему нет? Потом мы к этим депутатам можем обращаться. И к многим депутатам реально, вот я знаю, я лично нет, но мои коллеги и там, скажем, которые занимаются продвижением определенной профессиональной деятельности, к ним стекаются вопросы, они идут к депутатам и мы их решаем. Думаю, что да. Любые голосования это гражданская позиция, то есть способ выразить в нынешних условиях вот свои желания, свои пожелания, может быть, даже свое будущее. Наверное, нужно. Это наш долг, мы каким-то образом что-то можем повлиять на ситуацию, которая сейчас пребывает наша страна. С другой стороны, каждый понимает, что сейчас выборная вся история, она дискредитирована и все понимают, что ничего там кардинального не случится. Я думаю, что нужно, но я не хожу. Не знаю, я никогда не голосовал. Мне кажется, от нас мало что зависит. Нужно обязательно. Надо выразить свое мнение просто и все. Я думаю, что это делать нужно. Это гражданский долг каждого. Пойду ли я? Думаю, что да. Я думаю, что важен каждый голос каждого гражданина, потому что мы формируем повестку. Обязательно пойдем, конечно. Потому что, если мы не придем, наши голоса зачтут без нас и не в пользу тех, кого мы хотим выбрать, допустим. Нужно голосовать, чтобы не зашли мой голос в пользу кандидатов, за которых я не хочу голосовать. Ну вот у нас в вопросе, который в интернете, в Твиттере реалитирует пункт «Нужно проголосовать, поскольку это гражданский долг». А 16% все нет смысла или не знают. У вас вообще опрос фантастический. Сегодня боты не пришли. Он совершенно не похож на опросы социологов, потому что у вас все хотят голосовать. Так они слушают Владимира Рыжкова и других наших гостей и решают, что надо идти голосовать. А ваши аргументы? Зачем надо идти голосовать? Вот люди сомневаются. От нас ничего не зависит. Нафига? Ну вот я буду в Москве избираться. В 2019 году 15 кандидатов от оппозиции прошли в Московскую городскую думу из 45. Ну вроде бы треть немного, но с другой стороны их там и видно, и слышно. Но шумят хорошо. Шумят, и не только шумят, они там и по бюджету выступали, они там по городским программам выступали, они там и предложения вносят, и они выходят, когда где-то вырубают какой-то сквер, или когда где-то какая-то точная застройка, против которой жители. То есть от них есть реальная польза городу и реальная польза горожанам. А в 2017 году были выборы муниципальных депутатов, там вообще прошло 120 человек от оппозиции. В основном от яблока прошло муниципальных депутатов. Поэтому есть смысл абсолютно и действительно вот в Москве в чем беда? Очень низкая явка всегда. В Москве там приходят на выборы там 30-35 процентов. Но зато наблюдение есть все-таки. Наблюдение есть, но пустые участки. И в результате две трети москвичей не ходят на выборы и понятное дело, что побеждает административный ресурс. Но хотя иногда и побеждает довольно нередкая оппозиция. Так что здесь я всегда и в этом эфире все раз, сто раз говорил, что конечно надо выдвигаться, надо участвовать, надо голосовать. От вашего голоса действительно зависит, кто вас будет представлять либо в Московской думе, либо в Федеральной думе. Но в 2019 году все-таки помогало умное голосование. А вот в этом году что? Ну мы обсуждали это. Я не знаю, если они полностью разгромят инфраструктуру Навального, то может быть я думаю, что оно будет умное голосование, но может быть в более сжатой форме. То есть там, где они смогут... То есть не охватит столько регионов. Да, потому что если они сейчас громят инфраструктуру от Калининграда до Камчатки и не будет информации с мест вообще кто там кого поддерживать, то может быть оно будет в таком суженном составе. Ну а все-таки вот конкретный вопрос, который с сегодняшнего дня оказывается в вашем округе решил выдвигаться известный оппозиционер Илья Яшин. Что делать? Вот как договориться, развести округа? Ну если бы Илья хотел договориться, он бы по крайней мере мне бы позвонил. Дело в том, что я объявил о своем решении месяц назад. Я объявил 21 числа апреля, ровно в тот день, когда меня задержали. Вот. И он объявил месяцем позже. Сейчас он говорит, что я раньше ходил в вел консультации. Так и я ходил в вел консультации. Я, например, рассматривал три округа в Государственную Думу. По Москве, например. Не хочу их называть, но я действительно я вел консультации, как и он. Но решение вести консультации и объявить это разные вещи. Вот. Я не понимаю его мотивов и почему он, глава Красносельского, идет в Гагаринском, Ломоносовском, Академическом и на проспекте Вернадского, я не знаю. Но будем бороться, а что делать? Бороться или договариваться? Договариваться с ним сложно, потому что он начал компанию с оскорблением меня лично. Вот. Ну ему это свойственно. То есть он заходит в компанию и первый же или второй его пост это обвинение и нападки на меня. Такие у нас демократические выборы, такая у нас оппозиция. Да, это знакомо уже много лет. Так у него же это очень частая история. У него была история, по-моему, с Димой Гудковым в 18-м году, похожая и так далее. Это не первый раз. Единственное, что утешает, возможно, вообще ситуация, когда всех снимут и придется оставаться с непонятным кандидатом умного голосования. Снимут всех, тогда непонятно. Зарегистрируют всех, тогда... Там, кстати говоря, я сейчас не хочу называть фамилии, я знаю еще двоих демократов, которые хотят выдвинуться в этом округе. Вот. У меня простая ситуация, простая позиция. Я иду, выдвигаясь от партии Яблоко. Иду при поддержке партии Яблоко. Моя задача это получить поддержку жителей этих четырех московских районов. И, как вот женщина говорила в интервью, помогать им в решении проблем. Опыт у меня огромный, Михаил, вы знаете. Решение проблем вот таких локальных, местных, региональных, там, скверы, инфраструктура, метро, ЖКХ, точная застройка. Мне это все абсолютно понятно. И я хочу, если все сложится удачно, я хочу быть не независимым депутатом Московской Думы, я хочу войти во фракцию Яблоко, где работает сейчас уже Сергей Митрохин, Евгений Бунимович, Максим Круглов и Дарья Беседина, усилить эту фракцию. Это уже будет пять человек из сорока пяти. Я думаю, что это достаточно будет значимая, в том числе и политическая городская сила. Так что я понимаю, почему я иду, я понимаю, для чего я иду. У меня уже создан штаб, мы сейчас формируем программу, я уже довольно глубоко погрузился в местные проблемы. Я уже встретился с муниципальными депутатами Ломоносовского, Академического, Гагаринского и проспекта Вернадского. Я буду вести кампанию, но если нас всех зарегистрируют, ну что ж, придется бороться и с Ильей Яшином тоже. Ну и у меня для завершения нашего разговора два исторических вопроса, как историк-историку. Вы что думаете о законе, который тоже хотят сейчас быстренько сляпать, о запрете публичного отождествления роли СССР и Германии во Второй мировой войне? Вот как вы будете вести программу «Цена победы», не отождествляя, не рассуждая, не говоря о конкурентности, изоморфизме, идентичности, о тождественности, гомологичности подобных режимов? Во-первых, этот закон, как говорила Илья Анатольевна Лукьянова, юридически неопределен. Что есть тождество? Вот, например, с правовой точки зрения пакт Молотова-Риббентропа, он же пакт Сталина-Гитлера, как его на Западе обычно называют, более точно, что ясно, что ни Риббентроп и не Молотов принимали решение о союзе, а Гитлер и Сталин. Ясно, что если две договаривающие со стороны подписывают договор, с юридической точки зрения они тождественны, они равноправны. Вот, например, если вы подписываете с кем-то договор, вы как две стороны равноправны. Правильно? Вот. Если я это заявлю после принятия закона, это можно будет интерпретировать, что если две стороны подписали договор, две равные стороны, а значит они тождественны, как две равные стороны. Это может быть интерпретировано как отождествление. Бог знает. Суд скажет. Именно поэтому это очередной закон, где существует неопределенность, правовая неопределенность. Когда понятия, применяемые в законе, могут быть истолкованы товарищем майором на его усмотрение. Но это закон в защиту религии. Такое победа верия. При этом, если говорить по существу, то первая глава Конституции и вторая глава Конституции гарантируют нам свободу мнений. Это прямо записано в Конституции. И цензура запрещена. Это означает, что у меня может быть по пакту Молотова-Риббентропа одно мнение. У Михаила Соколова может быть второе мнение. У каждого из наших зрителей и слушателей могут быть третье и пятьсот третье мнение. Это нам гарантировано Конституцией. И вдруг какой-то товарищ майор, а уже сообщили какое-то время назад, что в Следственном комитете создан специальный отдел по борьбе с фальсификациями. Это означает, что тождество или не тождество будет определять не институт истории РАН, а будет определять лейтенант Сидоров, который будет работать. Лейтенант исторических войск. Да. То есть это абсолютно антиправовой, антиконституционный закон, который прямо, он ничтожен с точки зрения нашей Конституции. Он не может быть принят и не может применяться. Ну что ж, и последний мой вопрос. Вот мы отмечаем столетие со дня рождения выдающегося физика и правозащитника Андрея Дмитриевича Сахарова на этой неделе. И вот правительство Москвы запретило проведение фотовыставки к столетию Андрея Сахарова. При этом есть постановление, подписанное чуть ли не Путиным, о том, как надо отмечать этот юбилей выдающегося человека. Что вообще происходит? Я считаю, что это полное безобразие, потому что Сахаров родился в Москве, Сахаров учился в Москве в школе, и потом он закончил физический факультет МГУ. Сахаров потом уехал на 20 лет в Саров делать водородную бомбу и сделал, в том числе, самую мощную, 61-й год, новая земля. Сахаров потом вернулся в Москву и до конца своих дней работал с, по-моему, старшим научным сотрудником Фиана, он москвич коренной. И это великий гражданин, по всем опросам он попадает в десятку самых выдающихся россиян 20 века. И есть постановление Путина или какой-то там чего-то там Путина, что да, надо праздновать. И вдруг вот при наличии такого комплекса обстоятельств запрещают выставку, посвященную столетию. Это просто абсурд. Чем же он пугает? Я бы даже сказал, что это не повиновение Путину. Путин сказал праздновать, а Москва тут фрондирует, получается. Поэтому это полный абсурд, это безобразие, я это осуждаю, меня это оскорбляет, мне кажется, всех москвичей это должно оскорблять. Просто тот же Лев Пономарев, известный правозащитник, он сказал, что боюсь, что Сахаров оказался бы не просто в оппозиции, а может быть и, так сказать, в местах не столь отдаленных. Я уверен, что Сахаров сейчас был бы одним из самых репрессируемых и гонимых людей, если бы он был жив. Никаких сомнений в этом нет, вся его биография говорит именно об этом. Спасибо, я благодарю сегодня нашего гостя, это был политик Владимир Рыжков, вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.